Здорово дорогие подписчики, сегодня у нас на тесте настоящая панта резко одна из самых последних в этом как бы модельном ряду вот он автомобиль у нас как вы можете заметить он рестайлинговый это вообще самый последний рестайлинг этой модели у нее было два по моему или даже три рестайлинга в общем это самый последний чем он отличается ну в принципе есть другие бампера значит другая оптика вот уже видите на светодиодах ну и в салоне там я вам потом покажу на нашем автомобиле установлены выдвигающиеся пороги это наверное одна из самых таких крутых фишек которые есть вот на этом автомобиле значит насчет этого агрегата разные мнения я читал отзывы как бы долговечного недолговечный ну скажу так что он не сказать что прям такой хлипкий там у вас развалится но и за ним тоже нужно бывает следить вот смотрите вы когда на мойке допустим автомобиль помыли особенно зимой всех владельцев рейндж ровера есть эти vd-40 лежат багажнике почему вы когда вы допустим автомобиль помыли вот эти все места соединения вот где сгибается эта подножка их надо бывает в дешкой проходить чтобы они смазались потому что если допустим вы машину помыли зимой ударили холода то это ступенька в принципе может так примерзнуть и остаться в таком положении так а так по большому счету по машине если говорить вот каких-то там прям жестких косяков на этом автомобиле в принципе нету потому что все автомобили когда они уже знаете как подходят к своему завершению такому логическому я имею ввиду текущая модель и они уже собирается выпускать новую они все вот эти косяки которые собрались на за вот эти года они их стараются как бы убирать если вы это как совет такой на будущее если собираетесь покупать определенную какую-то модель то самый идеальный вариант это покупать рестайлинговый который именно бывает на излете своей карьеры так сказать новые машины не все-таки как-никак все хоть и бывают там не знаю более технологичные более симпатичные но тем не менее более хлипкие эти же машины они конечно вот я имею ввиду вообще в общем про все рестайлинги они конечно более доработанные более такие как сказать разу перед и гран автомобиль смотришь здесь сразу прослеживается генетика бмв философия дизайна даже вот эти фары вот передний точно так же срезаны и вообще есть вот так шильдики бы убрать полностью все то можно смело лепить сюда значок бмв еще помимо того что его как бы при рестайлинге изменили внешне они значит и техническую сторону добавили у этого автомобиля практически исключены все болячки которые были на первых моделях ну большинством конечно какие-то остались но большинство них как бы нивелировали убрали по поводу пневмы невма здесь и надежно на самом деле если за ней следить то невма здесь мало того что она надежная еще она еще и недорогая вот баллон на этот автомобиль я вот так узнавал стоит от 10 до 15 тысяч новый может даже оригинальные за эти деньги найти например вот до этого мы тестировали 221 там меньше 70 тысяч и она продается стойка в сборе здесь же баллон они меняются отдельно так что что же надо как какие же нужно производить процедуры чтобы у вас это пневма не доставляла вам хлопот забот хотя бы раз в неделю может две недели ну смотря как вы моете автомобиль вы его поднимаете самое высокое положение и тут невму здесь просто чистите здесь просто пневма своеобразная с марседесовской знаком а это здесь а вот подушка на как бы вот так заворачивается в этот настойку у mercedes же все закрыто гофрой в принципе в mercedes там неважно не обязательно постоянно промывать туда песок ну как бы физически забиться не может здесь же это вот такая проблема небольшая есть но если за всем ухаживать и все это как бы делать грамотно то достаточно долго это будет вам все служить поговорим про мотор ну я не стал капот открывать просто мотор грязный а машина такая белая в такой пасмурный день и не хочется как-то портить картинку ну вам могу рассказать так на моторе все хотите посмотреть можете картинку в яндексе открыть в общем про мотор у нас самая топовая модификация это 510 лошадиных сил 5-литровый движок супер charger динамика достаточно бодрая для габаритов и для веса данного автомобиля автомобиль весит честно говоря немало он 2 2 700 или 2 750 что-то такое весит движок здесь компрессорный здесь стоит компрессор 510 лошадиных сил ну как я уже говорю крутящий здесь где-то 625 и автомобиль разгоняется но очень динамично честно говоря он еще именно знаете как вот есть автомобиль они мощные но вы когда на них разгоняетесь вы не чувствуете вот этой дури нету такого вот вау эффекта при разгоне здесь этот эффект присутствует потому что автомобиль высокий когда газ давить у него прям аж морда подлетает и как-то это вот ну дает еще такие дополнительные ощущения при наборе скорости насчет движка еще можно сказать ну как бы про его минусы значит у этого двигателя самые серьезные его проблемы это значит цепь и звезды они в среднем ходят около 100 тысяч километров греметь начинают там в районе там 70 тысяч 80 тысяч уже начинают они чуть-чуть греметь как бы вы можете что какой-то промежуток времени на этом поездить но желательно это все заменить сколько это процедура стоит ну по таким по счетам минимально около от 100 до 150 тысяч как бы значит по поводу другого его агрегата это компрессора компрессор достаточно надежный хотя я читал отзывы там многие люди на него жаловались говорили что он там не долговечный но при этом есть и отзывы где уходит и долго то есть определенно сказать скос какой ресурс у этого агрегата нельзя это зависит напрямую от эксплуатации если постоянно вы ему насыпать будете конечно он вас долго не проживет но есть экземпляры которые проезжали и по 200 тысяч на этом компрессоре как бы без особых хлопот и забот так ну по движку в принципе все больше особо сказать так нечего значит про техническую часть еще могу добавить про коробку передач коробка передач достаточно надежная но опять же повторюсь она зависит от манеры вашей езды если вы будете давать ей постоянно под хвост если крутящий гигантский 625 это достаточно приличный крутящий момент если вы постоянно будете давать под хвост с места именно то коробка тоже у вас долго не проживет если же вы будете автомобиль эксплуатировать именно при размере на езде а именно знаете как вот сходу ему давать не с места это то а сходу то коробка достаточно тоже надежно что тормозов хотелось бы сказать значит так как здесь двигатель достаточно мощный автомобиль динамичный то и тормоза я не говорю про то что они как бы слабые не держит нет дело в том что если вы постоянно будет часто тормаживаться машина тяжелой и часто надо бывает менять и опорники колодки колодки здесь стираются знаете как все зависит от вас их можно и за пять тысяч стереть если постоянно на этом автомобиле наваливать потому что тупо в том немножко про задние сиденья честно говоря автомобиль большой ну по габаритам но сзади места но не так много есть такой небольшой нюансик сзади справа здесь конечно есть регулировка переднего сидения то есть они предусмотрели такой вариант что автомобиль будет эксплуатироваться с водителем и здесь есть вот такие кнопочное управление передним сиденьем вы можете свою спинку подрегулировать либо переднее сиденье чтобы он уехал и у вас больше места было в ногах но на самом деле вот именно своим ростом месяц и сам когда я сажусь сам за собой то место не так переместились мы в салон здесь конечно царство роскоши первое на что обращаю внимание так это на экран здесь не именно он не аналоговый цифровой еще такое видимо это я не знаю наша земля часть земли с космоса и либо это такой закат как-то непонятно но красиво красивая картинка что говорить если говорить про посадку то это конечно эталонная посадка в внедорожниках потому что все под рукой все очень удобно особенно вот эти кнопочки именно фирменная черта рейндж ровер очень удобно вот такой как подлокотник вы сюда поставили вот этим всем управляете конечно у этого есть и минусе отчитал отзывы сюда не иногда за летает вода допустим если у вас нет вот этих козырьков я не частенько подмораживает а так в общем если все взять то никогда ты не скажешь этот автомобиль был там в начале двухтысячных разработан дизайн вот и панели и этого все достаточно современно даже вот этот видите вот элемент вот центральная борода вот как-то он его пересекает она вот как будто вниз врезана такой же по-моему они сделали вот тойота у них слезала у прадиков по моему тоже что-то подобное было сделано но это было сделано еще как бы в 2002 году достаточно давно еще хотелось бы отметить это вот ну качество материалов из чего сделан салон везде здесь вот на самом деле царство кожи вот роскошь и здесь видите уже на рестайлинговых этих они убрали вот эти деревянные вставки потому что сейчас современных машинах все ставят такой черный такой лак такой как рояльный лак и это тоже достаточно ну такой придает современный вид автомобилю так еще можно сказать про рулевое колесо но вот не знаю многие могут сказать что он слишком большой но по мне но очень удобно она именно у него вот несколько вариантов есть обхвата и вот это очень хорошо вот 3 спицы вы эти которые ну мне не всегда как бы нравится здесь можете вот так его держать можете съехать вот так можете вот так но очень удобный руль еще можно сказать про вот эти материалы вот допустим вот это все сделано из алюминия вообще здесь пластика по минимуму на самом деле здесь а пластика практически нет ну кнопки пластика вы все но не такие приятные на ощупь и значит ими очень удобно пользоваться ну про опции я вам говорить не буду я смысл как бы кто собирается себе эту машину купить он и так это все узнает там почитает что в них есть но я могу сказать здесь все даже вот подрулевые лепестки как на спорткарах хоть и машин машина динамично но тем не менее это внедорожник я не знаю как бы зачем они нужны так а еще хотелось такой нюанс сказать я как бы на рейндж овера до этого не ездил но я уже говорил миллион раз и этот здесь такой оригинальный этот сигнал я хотел там кому-то по сигналит мы по дороге ехали несколько раз и нажимал в эту серединку думаю что за фигня оказался сигнал здесь вот здесь маленькие такие две кнопочки алюминиевые вот на их нажимаете только тогда автомобиль сигнале значит вот система вот это их нет рейн респонс почему как бы я вам говорю что автомобиля мало конкурентов потому что он хоть и выглядит как кроссовер ну такой лифтованный кроссовер но на самом деле это полноценный внедорожник здесь он может проехать там где проедут и двухсотки там и лексус и он как бы этим автомобилем вряд ли на бездорожье уступит здесь очень обороченная эта система как бы я не буду заострять внимание но здесь есть вот разные режимы там снег там песок и так далее как бы спуск с горы в общем ну навороченный чё говорить по большому счету этот такой полноценный внедорожник но значит с повадками такого кроссовера но если вам нужно будет куда-то на бездорожье выехать вы не будете себя чувствовать ущемленным расскажу вам немножко про мультимедиа честно говоря здесь вот эти два про экрана не такое ощущение чего от разных автомобилей вот на этом экране графика такая ну современная ничего не скажешь здесь все прорисовано и пиксели такие мелкие как бы и не отторгает она здесь живут который центральный экран здесь я конечно графика ну блин я не знаю вот у меня сто двести десятый мерседес там вот приблизительно такая же графика как и здесь хотя вот это как бы экран он сенсорный ну не знаю это наверное такая причуда range rover of sky не знаю вроде бы говорят и на следующем поколении тоже там графика вот это все меню не очень так еще про по поводу хотелось бы сказать сидений вот я не знаю мы до этого вот с класс тестировали и у автомобиля конечно странно это для меня у такого большого автомобиля у него достаточно маленькие сидушки я не знаю может это в англичане все-таки подтянутый но такой человек с высоким весом ему как бы здесь будет некомфортно они и узкие вот сама спинка тоже как бы такая короткая достаточно у меня ноги половина в воздухе но не сказать что они неудобные просто как бы когда ты садишься с другого автомобиля ты на это обращаешь внимание потом уже как-то и не замечаешь этого всего так сейчас мы на автомобиле прокатимся посмотрим как он на ходу короче катим мы на автомобиле первое что бросается в глаза когда садишься на этот автомобиль это капот капот просто я не знаю ну брутал по другому не скажешь он весь такой квадрат и там такие рубленные грани и ты понимаешь что ты едешь настоящем таком мужском внедорожнике без всяких если ну и конечно значит плавность хода пневмоподвеска здесь стоит и значит и 20 колеса но автомобиль едет просто я не знаю плывет по дороге мелкие неровности вот этого всего вообще практически не замечаете когда водитель обычно встречаются друг с другом там ну я тоже вот допустим с друзьями с кем-нибудь вижу по-любому иногда затрагивается такая тема что там кто-то кого-то подрезал вот он я ему так сказал там туда-сюда на этой машине вот мы сюда ехали в час едем и честно говоря водителю рейнджовера можете это не рассказывать он вас просто не поймет что там вас кто-то подрезал счет это потому что владельцам такого автомобиля это просто тупо не случается вы едете когда по дороге максимальное уважение везде даже если вы зазевались на светофоре вряд ли вам там будут бибикать там или еще что-то от вас требовать вы просто как сказать король как говорится город в котором вы едете скорее всего ваш если вы едете на этом катаемся мы на автомобиле продолжаем движением когда этот автомобиль взял у его владельца ну знаете как я честно говоря вот внешне он я же говорю вот автомобиль достаточно давно выпускается и как-то ну не ожидал я и роскошь и такой и динамики и в принципе технологичность что говорить на самом деле если не брать вот эту сторону именно вот значит бороду эту с кнопками там и с мультимедией то есть его как вы смотрите вперед вот этот экран он как бы такой современный вид очень придает автомобилю здесь хорошо прорисована и графика и этот и в основном же вы когда идите смотрите на него и нет вот этого ощущения что вы едете на автомобиле который там 2000 выпускался автомобиль очень едет солидно очень достойно ну по динамике вот 510 лошадиных сил вот вы вдавливаете и машина просто подрывается прям морду закидывает и вот вы поехали я не знаю он внешне автомобиль выглядит такой знаете вот достаточно солидный этот и вы не ожидаете просто этой динамики честно говоря она конечно там по паспорту не сказать что там это феноменальные показания но именно ощущение то конечно автомобиль очень бодрый плане динамики главный плюс этого range over еще в том что при своем статусе при своем внешнем виде при динамике значит качестве материалов и так далее но вот этих плюсов которые от первичных числял автомобиль стоит достаточно недорого вот эти автомобили вот допустим этого же года 2012 года автомобиля они стоят я усмотрел миллионы 700 миллион 800 и выше значит смотря какое состояние конечно этот может и два стоит потому что у него очень маленький пробег они как правило с 2012 года нормально накатывали вряд ли тяжело будет найти автомобиль с таким же пробегом еще хотелось бы сказать это ну обзор на здесь тоже эталонное не больше не меньше здесь большие зеркала вы высоко сидите вы видите перед вами если какая-нибудь легковушка вы еще через две легковушки впереди видите что происходит насчет вот кренов там и так далее автомобиль не сказать что хоть он и высокий но особо не кренится не заваливается ничего как бы у него система стабилизации очень уверенно автомобиль держит и пневмо тоже нет вот этой раскачка как бывает на лэнд крузерах там и так далее вот на этих автомобилях здесь такого нет хотя посадка по высоте такая же как и у них так ну нашу насчет шумоизоляции я думаю вообще говорить не стоит я не знаю просто автомобиль нас на тесте попался достаточно свежий ну недостаточно очень свежий здесь 75 тысяч пробег и в салоне не свирчков не скрипов ничего практически не происходит вы сидите в таком каком-то вакууме и как бы все у вас шикарно но дарит вам ощущение этот автомобиль как будто вы едете на автомобиле ну минимум за 5 в принципе они когда он был новый совсем 2012 году они в районе пятерки истории там 4-5 лямов и как бы вы когда едете вы понимаете что вы свои деньги заплатили не зря вы максимум получаете и роскоши и значит уважение на дороге и так далее ну в принципе все те пункты из-за которых вы не покупали этот автомобиль и отдавали за него столько денег то есть в этом плане автомобиль вас не разочарует подытожим про наш автомобиль конечно автомобиль бодрый что говорить тем более для такого нищеброда как я который ездит на старом мерседесе у меня масса впечатлений масса удовольствия получил вообще хотелось бы сказать вот я про свои обзоры немножко так отклонюсь многие мне пишут там у тебя там много воды там мало ты подробностей говоришь технических бля ну что я могу про эту машину сказать я конкретно эту машину обозреваю на ней пробег там 75 тысяч ничего в этом автомобиле не ломать мне нечего сказать по поломкам а так вот знаете там штудировать обзоры там и так далее доебываться вот до старых машин говорит а вот это вот это в ней сломалась конечно если вы покупаете блять автомобиль 2003 года на котором 200 тысяч пробег и умудряйтесь блять там этот тон на нем ломается еще что-то и начинаете это как блять эти всякие эти говорят стереотипы про рейндж ровера там что-то владельцы не здороваются блять здоровались утром все это все когда вы покупаете новый автомобиль такой свежий вас эти все проблемы не касаются да и в принципе тупо покупать такой автомобиль если у вас нет денег его содержать вот это вообще главная философия всех моих видео я автомобиль обозреваю именно те которые для той целевой аудитории которые хотят этот автомобиль приобрести либо же для таких как я хотят просто общую информацию про автомобиль получить а общая информация такая если за автомобилем следить если за ним ухаживать и уделять внимание именно нюансам которые я уже обговорил он вам не будет доставлять небольшие эти хлопоты забот и не надо говорить там писать в комментариях вот и это не сказал там тут и проебал тут еще что-то я это сам прекрасно знаю. Там вот эти диванные, блядь, которые критики, уже, блядь, честно говоря, меня задрали. Вы, блядь, выйдите, попробуйте, поищите машины, протестируйте и что-нибудь там грамотно хотя бы попробуйте поговорить, блядь. Или там один тип мне, блядь, написал нахуй ты тестируешь, блядь, эти автомобили, иди там бараны, блядь, баранов паси. Вы вот эти стереотипы себе в одно место засуньте, эти, блядь, сраные критики. Баранов тебе, блядь, в одно место, блядь, тоже затолкать, блядь. Умник, ебучий. В общем, мы чуть-чуть отклонились, но это, как говорится, накипело, просто мне это надоело. Я занимаюсь этим так вот для души, для себя, как хобби. Ничего я с этого не имею, там, как бы вы не думайте, что я там что-то пиарю. Это просто, чтобы показать людям, которые собираются, допустим, вот этот автомобиль купить, у них, значит, есть какие-то определенные средства на этот автомобиль, они размышляют им взять такой автомобиль, либо еще конкурентов. Я вам перечислил преимущества этого автомобиля. Я считаю, что как бы сделано было все объективно. если же нет, пожалуйста, пишите все в комментариях. Ну, по делу, как бы там, допустим, я все комментарии абсолютно практически читаю, стараюсь по возможности на них отвечать. Но, блядь, не надо мне там оскорблять или хамить, или еще что-то, как бы вы не с быдлом разговариваете. Так что так вот. В общем, спасибо, что нас смотрели. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok